За первое полугодие 2024 года Украина произвела в 25 раз больше минометных и артиллерийских боеприпасов, чем за весь 2022 год, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ежемесячно украинская оборонная промышленность выпускает от 15 до 20 самоходных артиллерийских установок «Богдана». Работает Украина и над производством собственного дальнобойного вооружения. Уже применяем абсолютно новый класс украинского вооружения дальнобойную ракету-дрон «Полянытья». Работают и другие виды наших дальнобойных дронов. Работают морские дроны для защиты Украины. Прошла успешное лётное испытание наша новая баллистическая ракета. По словам Владимира Зеленского, Украина способна производить до 4 миллионов дронов в год. Именно беспилотники позволяют силам обороны Украины регулярно наносить удары по военным объектам на территории России. Следующим шагом развития украинской оборонной индустрии станет ракетная программа, отметил министр обороны Украины. Мы инвестировали 4 миллиарда долларов, которые позволили расширить возможности. И теперь у нас есть возможности, которые могут быть расширены ещё больше и могут принести пользу. Как вы знаете, в последнее время мы сосредоточились на ракетных программах и программах беспилотников. В следующем году или к концу года вы часто будете слышать о том, что существует огромная ракетная программа. Мы уже начинаем работать над нашими баллистическими ракетами. Одна из стратегических задач, где есть успехи, это усиление дальнобойности украинского оружия. Наша задача в европейской части России не должно быть ни одного безопасного места, куда бы не могли прилететь обломки наших дронов и ракет. Дальнобойные удары по территории страны-агрессора обоснованы и жизненно необходимы, считают аналитики. Разрешение союзников Киева на атаки вглубь России с применением западного оружия усилит оборонные возможности Украины и ухудшит положение Москвы, а значит приблизит справедливый мир. Колебания государств-партнёров в вопросе дальнобойного оружия – результат российской политики глобального шантажа. Разжигая страхи перед эскалацией, Москва стремится сдержать решимость Запада в отношении поддержки Украины. Из публикации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Телеграм. Украина поставила перед собой цель построить один из самых современных оборонно-промышленных комплексов. Президент страны отметил, благодаря оборонным индустриям Украина должна стать одним из ключевых глобальных доноров безопасности.